Оксана, во-первых, огромное спасибо, потому что это, конечно, такой период. Мы здесь сидим, сейчас находимся, вы депутат Государственной Думы, одномандатница. И я тоже кандидат в депутаты Государственной Думы, одномандатница на последнем вообще издухе. Хотела задать самый главный вопрос, мне его задают избиратели в нашем округе. Что вообще было в Государственной Думе за этот период? Как вообще там все устроено? Там все устроено очень правильно. Есть партия власти и есть оппозиция. У меня было все очень сложно с внутрипартийной дисциплиной, потому что я дружила со всеми. Я дружила с нормальными людьми от всех партий. Это вызывало вопросы. Но поскольку я человек с собственным взглядом, с женским, я посчитала, что мне себя терять нельзя. Я как вот жила, так и буду дальше жить. Это сложно. Вообще свое мнение иметь в этой конструкции очень сложно. И, собственно говоря, вы подписываетесь, когда вы идете туда, особенно от партии власти, что вот эта вот внутрипартийная дисциплина, она требует определенных жертв, безусловно. Я не буду говорить там конфликты с собственной совестью и так далее. Его всегда можно избежать, почти всегда. Да, не голосуя за законы, придумать, что реально или свалиться с сердечным приступом. Причем такое бывает очень натурально. Вот у меня такое было, без сердечного приступа. У меня поднялась температура под 40, я реально не могла идти, когда был закон про декриминализацию побоев. То есть я реально не пришла на заседание. И я действительно не голосовала. Я не хотела голосовать, и организм мне выдал такую реакцию. Я к тому, что очень много людей туда с шапкой такими закидательскими настроениями заходят, и типа мы тут это. Не-не-не-не-не, вот это забудьте сразу. Очень повезет, если есть люди, которые дышат с тобой примерно одинаково, так, в унисон. И я нашла таких людей. И проверка была как раз вот этот вот закон о декриминализации побоев. Это был самый первый год. И я тогда увидела, кто как реагирует. Вот сначала все же еще... У меня особая была история, потому что, кроме как звезда, зазвездила, там других слов не было. Кто-то любил объективно с экрана, и тот сохранил эти отношения. Но потом вдруг раз так, что-то она несет не то, говорили мужчины, которым не нравилось то, за что я радую. И так отползали. Я человек неконфликтный. Конфликтным людям там сложно. Но я человек принципиальный. То есть мне легче отползти и идти своим ходом, чем... И тебе это тоже надо понимать, да, если ты попадаешь. Чем там вступать в войны, это ни к чему не приводит. То есть большинство победит тебя. Полено сгорит, топка станет жарче, но полено сгорит. И, собственно говоря, иллюзий не должно быть. Что хорошо, если ты идешь, а ты идешь со своей темой, да, она у тебя очевидная и правильная во всех смыслах. Она современная, актуальная. То есть так, как мы жили, жить больше нельзя. Я тебе пример маленький приведу. Я была сейчас в отпуске в разных городах нашей страны. Мира путешествовала. И ко мне за рубежом подошли женщины и мужчины, молодые ребята, наши соотечественники. Я просто вот поняла, я же бежала, не оглядываясь, как ты сейчас бежишь. Ты потом так раз, так стоп сделаешь и скажешь, о, а я прибавила во всех смыслах. Это большой рост, то, в чем ты сегодня участвуешь. Такой и нравственный, и вообще человеческий. И они мне говорят, девочка подошла ко мне и говорит, вы не понимаете, что вы сделали для нас. Я говорю, какого ты года? У меня сразу же 85-го. У меня ребенок 88-го. Я понимаю, то есть про поколение. Говорит, вы не понимаете, вы заставили нас поверить, во-первых, что есть справедливость. Во-вторых, вы открыли нашим родителям глаза, нашим мамам на то, в каких ситуациях они оказывались. То есть в какой атмосфере они жили, это не всегда правильно было. И они даже не понимали про этот термин домашнее насилие, психологическое и так далее, экономическое и так далее. Но оказалось, что вы им раскрыли глаза. И я, говорит, на примере вот своих родителей вижу, как они стали меняться, как они стали прибегать там к психологам и так далее, и так далее. И у этой девочки был француз-муж. Он говорит, вы знаете, а вот про вас показывали историю у нас на национальном телевидении. Там как про человека, который тянет эту тему и пока вот типа безуспешно. Вы знаете, вот это так, это дорогого стоит. И я так села, а рядом со мной были мои дети, мои близкие, которые, в общем, мечтали, чтобы я ушла из Госдумы. Потому что, ну, это такой человек, как я, но он требует эмоционального такого приятия, когда вот в семье есть такой, как я. И я так говорю, ну что, вы поняли, что мать ваша сделала? И я увидела в глазах детей и близких, надо же, а мы так что-то и не поняли. Вот, поэтому на самом деле, вот когда ты идёшь с тематикой, а у меня, безусловно, защита прав женщин, защита прав детей, то тебе легче. Потому что ты знаешь, что твоё дело правое. Ты понимаешь, что либо он с тобой, либо он твой оппонент. То есть тебе всё понятно. Когда ты мечешься, ты идёшь в Думу, лишь бы скоротать там время и получить неплохую пенсию. Или там, имея там все какие-то такие возможности, типа бесплатная медицина, под одним местом автомобиль для женщин, мужчины на своих ездят. Ну и работа в центре Москвы со всеми вытекающими обстоятельствами, театр, кино и презентации. Люди из провинции приезжают в Госдуму, и для них это действительно глоток в воздухе, это столичная жизнь. То тогда я видела таких людей, они особо никуда не вступают. Хотя мне казалось, что, конечно, должны были бы женщины объединиться бы покрепче, раз оказался такой мотор, как я. Конечно, мы должны были сопротивление оказать Жириновскому. Но сразу же, как только произошёл первый конфликт у меня с ним, да, конечно же, мы попытались встать и уйти, но не все ушли. Потому что, ой, а как это воспримут? То есть, понимаешь, я так полагаю, что если ты пройдёшь, ты там сможешь, конечно, найти свой круг людей. Потому что уже идут другие всё-таки люди, мы сделали такую почву, мы подготовили людей к восприятию этой темы. Она есть. И наша страна ничего не делает сегодня, чтобы обезопасить жертв домашнего насилия в том числе. Она ничего не делает, чтобы искоренить дискриминацию в целом. Чтобы исчез из нашей жизни этот шовинизм, этот сексизм. Чтобы этих людей дали им, наконец, по голове и посадили их на своё место. Это этих ультраконсерваторов, которые реально... Которые тоже идут в Госдуму. Да, которые идут в Госдуму. Но ничего этого не будет. Потому что такова у нас политика. Потому что такой у нас сегодня курс. Так проще упорядочить людей. Знаешь, как просто. Ведь теми вопросами, которыми мы занимаемся, про честь достоинства, про права, это очень сложно. Это с нами надо как-то договариваться. С нами вести нужно дискуссию. А зачем? Белый, красный, чёрный, белый. Гей, гетеросексуал. Всё, мужчина, женщина, правый, левый. Всё разделили. А дальше так сидишь и дёргаешь за ниточки. Хоп-хоп-хоп. Так проще. Вот меня все спрашивают. Поэтому ты меня спросила, я тебе сказала, очень простая конструкция. Вот я в ней разобралась. То есть в целом у тебя уже уйдёт меньше времени. Хотя, конечно, каждая новая дума, она чуть-чуть новая. И всё зависит, конечно, от спикера. И так далее, и так далее. Поддерживает он эти вещи, не поддерживает. Мне было не очень уютно, когда, например, с одной стороны, Володин поддерживал меня во всех моих прогрессивных начинаниях. И тут же он так поддерживал Жириновского. И же с ними, и Слуцкого даже не, как тебе сказать, не пожурили. Да, Слуцкий второй сейчас в списке ЛДЦ. Ну, конечно, поэтому говорить о том, что, ой, какая политика лицемерная, слушай, лицемерная. Мы все знаем про это, да. Уметь в этом всё-таки отстаивать своё, вот это вот искусство. Я им обладела. Почему мы не дошли? Мы много очень делали, реально. То есть вот до нас ведь всё было отрывочно. Кто-то против абортов, да, в смысле, кто-то защищал право на аборт женщин, кто-то там ещё на что-то, кто-то за инвалидов, кто-то там против педофилов. А вот так комплексно никто не подходил. И вот этот закон, он же, в принципе, это и есть срез нашего общества. Вот там вот всё. Потому что вот эта колоссальная пропаганда насилия сегодня повсюду, начиная от ток-шоу, да. То есть вот смотри, в Советском Союзе такого не было. Я думаю, что ты не помнишь, при всём при том, что это была очень жёсткая, такой силовая такая, да, история СССР, но никогда с экрана не было, не лился такой поток гноя, как сегодня, даже в форматах общественно-общественных. Вот я имею в виду ток-шоу, да, вот этот жанр, там наши коллеги на любые темы агрессивно. Такого не было. Агрессии не было. Было жёстко, было интеллигентно при всём при том. И... А сегодня же и это культивируется. Потому что выгодно, чтобы мы все подсапались. Понимаешь? Вот спрашивают, реально ли не бесполезно бороться одному человеку в Госдуме? Потому что вы что же были одна, кто боролся за закон? Один человек что может сделать в Госдуме? Ну, так, Жанна Дарк может. Можно быть Жанной Дарк. Это очень сложно. То есть ты понимаешь, что ты во враждебной среде находишься. Нет, не все. Но глобально. Да, ты знаешь, что пишут доносы. Ты знаешь, что пишут даже не доносы, а просто официальное обращение на предмет. А говорит ли она то, совпадает ли это с официальными данными МВД? Ты помнишь, это Юмашева, Земцов, Милонов и вот это вот вся братья, которая написала вот это вот обращение. Официальное обращение. И ты знаешь, что это коллеги из твоей фракции. Вот что делать? Вот я во дворе росла. Вот по логике надо идти и бить морду. Но ты не можешь. И ты можешь только своим характером, своим абсолютно, своим убежденностью в своей правоте. И, конечно, группой поддержки. И тут я благодарна тебе и всем, кого ты подтянула, всех девочек, которых я узнала, адвокатское сообщество. И просто девчонки, которые объединились вокруг, которые выходили ночью в холод с плакатами, в поддержку закона, когда эти ультраконсервы выходили в Питере и шарик гейской раскраски посылали в воздух с моим изображением типа в моем родном Питере. Мекка там, революционных всех идей. Вот это для меня был такой срез, как для творческого человека. Если бы я снимала кино, я бы начала это с этого. То есть вот была Алиса, кино, и Гребенщиков, и Курехин. Это была моя молодость. Это было ленинградское телевидение. И вот этот вот шарик, эти люди с этими иконами, все одного вида, и отправляют меня идти по гейский флаг, льди в свою Америку. Вот два разных мира не прошло и 20 лет. Поэтому в очень сложное время мы реально живем, и если его не тормозить, если не будут таких, как я, еще в Думе, то мы, в общем, Талибан, которая запрещена организация в России, поправка, это нас ожидает. Поэтому я даже иллюзий в этом смысле не питаю. Поэтому есть ли еще женщины и профем-люди, которые понимают, что феминистки это не зло, мы за равные права, и это так правильно сегодня, это так правильно делегировать ответственность друг на друга, живя в семье, это так правильно помогать друг другу, потому что сегодня он стоит за камерой, и завтра у него вдруг сломается что-то, он заболеет, то его близкий человек не должна говорить, ох ты, мужик, что ж ты такой, она должна встать и идти зарабатывать деньги, а он будет ей помогать воспитывать в этот момент ребенка, потому что это общее дело. И это сегодня тренд во всем мире, потому что экономический кризис, потому что легче быть не будет, вот экономика, она не станет легче, и мы должны учиться жить в новых реалиях, именно так помогая друг друга. А нам они предлагают так, вспомнили свои роли, демографическая яма, баба-контейнер, баба, кто еще, как нас? Инкубатор, понятно. Инкубатор, а вот мужики, значит, вперед из песни. Ну, идите, надорветесь скоро. Нас все равно больше. То есть нельзя, демографией вообще никто не занимается, иммиграционной политикой вообще никто не занимается. Как можно впускать столько мигрантов в страну без вообще какой-то логики? Ты зайди сегодня вот в любые московские районы, да не нам в Подмосковье вот у меня, у нас школы, состоящие абсолютно из детей-мигрантов. Это не хорошо и не плохо. Это безграмотно. Потому что если мы говорим, и если мы не учимся на тех явлениях, которые там на Западе, и их там критикуем, там эти черные вышли на улицу, так нас это ожидает. Они уже вон устраивают. То есть я считаю, что у нас совершенно никто не занимается так, как надо, демографией. Нужен абсолютно особый орган, либо департамент, либо агентство, либо министр по этим вопросам. Я не знаю, то есть ведь демография, это не только родил и умер. Это в том числе иммиграция, это в том числе пол, возраст, браки, разводы. И это все, когда вот суммируются все эти цифры, и тогда тех задания выдается. И мы говорим, так, мы расселяем, так, с мигрантами все, давайте увеличиваем здесь заработную плату людям, которые сегодня уже и разленились работать на стройках. Да, ПТУ, которые сегодня есть, но их должно быть больше, потому что мы иначе не вытянем. Как женщины будут рожать? Только создав им условия. И не только материнским капиталом, а создав им условия при 30% матерей-одиночек. Для того, чтобы они могли, не комплексовали первое. Это значит, публичное поле должно быть иным. Ты не брошенка, ты не изгои общества, ты абсолютно современная женщина, которая готова воспитать ребенка одна в силу разных обстоятельств. Вот и все. И тогда нужно понимать, какие дороги-то открывать дальше. Конечно, женское предпринимательство. А дальше? Мы их вовлекаем, вот сегодня мы пропагандируем весь малый и средний бизнес на плечах женщин. А мы понимаем, что происходит, как отжимается сегодня до тех пор бизнес. Да, если ты не с главами в контакте, ничего у тебя не будет. То есть борьба с коррупцией. Но она предметная борьба. Поле расчищается. Поэтому пока не будет женщин в политике в таком количестве, как нужно, ровно 50 на 50, в Думе 50 на 50, мы так и будем с тобой разговаривать ни о чем. А пока это не будет, потому что нас не впускают от нас и сбавляются. Особенно от тех, кто конструктивно может что-то принести. Потому что они теряются. Я говорю, они, имея в виду, конечно же, администрацию президента, людей определенных, которые отвечают за определенные направления в стране, которые формулируют мнение и которые доносят президенту о том, что у нас происходит. Так вот, даже эти люди, они теряются, когда им говорят, ребят, послушайте, а чё ж вы всё вот туда-то? А как же вы вот этот топласт не учитываете? Да? А смотрите, если мы раз, вот что такое гендерное равенство? Это же про экономику. Вот что такое вовлечение женщин? У нас экономическая активность, ты знаешь, женщин, по-моему, 40 с чем-то, 48 процентов. Если как мы сделаем в европейских странах, по-моему, в Швеции у них, да, 61, то ВВП сразу 4 процента. Они там ищут, как налоги, как ещё людей ограбить. Как люди говорят, нас грабят. Ну, правильно. Правильно. Да поверните вы экономическую модель чуть-чуть. Надо же работать. На наш век хватит. Коронная фраза. На наш век хватит. Поэтому, как тебе сказать, мне кажется, что вот молодые, современные женщины, они абсолютно всё понимают. Да даже не молодые, а мои ровесницы. Они тоже всё понимают. Не все. Но многие. Потому что у некоторых уже дети так вот мыслят, как я тебе рассказываю. Я же тоже, так сказать, звучу так, потому что вокруг меня очень современная прогрессивная среда. И не потому, что я иностранный агент. И звучу по-западному. Да мне кажется, иностранный агент уже это знак качества. Нет-нет. Никто не переживает за иностранного агента. Дело в том, что это же вот ярлык навешан был потому, что ведь очень просто это нейролингвистическое программирование. Она прозападная. Значит, причём я советский ребёнок, но я прозападная. Она защищает геев. Она феминистка. И вообще, если будет принят закон, детей отберут и отдадут геям, и мужиков всех посадят. Да, это мы в курсе. Вот. То есть вот парочку таких фраз впущено было. Плакатиков, ты помнишь, да? Я помню наши свои изображения, как с усиками, как у Гитлера. С усиками, да. Обязательно мы должны быть лесбиянками. Поэтому поработали классно ребята. Финансы у них были в них вложены потрясающие. Одна стоит чего? Платформа Citizen Go, понимаешь, да? Испанская, которая просто рушила нам все сайты и в Совете Федерации, и в Госдуме. Это где такое? Просто представить можно, что какая-то платформа, финансируемая, просто очень проверить кем, сидит на Западе, рушит государственные учреждения, работу останавливает государственных учреждений, законотворческих учреждений. И так все. Ну, типа, пусть они работают, их же тоже надо нам понимать, чем они живут. Вот это даже не лицемерие, это редчайший цинизм и дичайшая безответственность вообще перед тем, что дальше будет. На наш век хватит, а на наш нет. И мы все равно будем таким образом... Вот чем больше, говорят, противоположное, чем больше будет ультраконсерваторов и в Думе в том числе. А они будут. Тем скорее, конечно, молодежь, несмотря на все карательные законы, которые мы принимали, да, и понятно, почему люди сегодня, конечно, тысячу раз подумают, чтобы выйти и поддержать, да, какие-то здравые инициативы, просто здравые. Мы не говорим о том, что мы... Как это мы? Какая-то там пятая колонна, да, еще, значит, нас... Мы говорим о том, что мы хотим жить в нашей стране. Мы хотим, чтобы она расцветала. Мы хотим, чтобы в каждой семье был порядок и мир, да. И мы вам предлагаем, как это сделать, потому что мы изнутри своего профсоюза понимаем, что происходит. Все. Поэтому нормально. Вода, знаешь, это камень-точек. И вообще все только начинается. В нашем проекте «Ты не одна» мы запускаем линию психологической поддержки для мужчин. Зачем мы это делаем? Я сразу, предваряя всю реакцию на этот наш запуск, хочу сказать, что мы всегда решаем проблему с конца. Мы работаем с пострадавшими. Но так невозможно. Проблему надо решать с истоков. Истоками проблемы всегда является насильник или человек, который попадает под действие насилия, но в том числе не может никуда обратиться, потому что на нем жуткая стигма молчать. Эту стигму наше общество навешивает как ярлык на любого человека мужского пола. Он не должен плакать, он не должен проявлять эмоции, он не может обращаться за помощью, он не должен ходить к психологу, иначе он подкаблучник, и всякие разные эпитеты, которые заставляют мужчину стоять на месте, никогда никуда не обращаться. Мы сделали линию психологической поддержки для того, чтобы снизить насилие и для того, чтобы в том числе помочь людям, любого пола, мужчинам, которые страдают также от насилия. Если вы женщина и смотрите это видео, и вы знаете, например, вы свидетель насилия, вы знаете мужчину, который является сам насильником, вы можете дать ему этот номер телефона, который сейчас вы видите на экране, и подробности прочитать вы можете по ссылке в описании. Нам очень тяжело продвигать этот проект на мужскую целевую аудиторию, и мы хотим, чтобы в наш проект поверили. Почему я так говорю? Потому что я уверена, как только у нас на ранней стадии насилия насильники и пострадавшие будут иметь поддержку, насильники будут понимать, что они могут излечиться от этого и не переходить к красную черту, а пострадавшие, что за ними сила, тогда все изменится. Оксана, если в итоге состав Государственной Думы будет ультрамракобесным, как 100% так и будет, какие первые законы эта Государственная Дума будет катком по нашим правам выкладывать? Я думаю, что будет закреплен обязательно законодательно брак мужчины и женщины. Тем самым мы, конечно же, встаем в такую позицию, чтобы ты понимала, я от традиционных ценностей, как это называется, но я понимаю, что людей другой ориентации, мы тут садились и подсчитывали из разных источников, порядка 10%, раньше я думала 1-2. И это люди, которые живут среди нас. И совершенно точно, я не хочу своих детей и внуков воспитывать в ситуации, что вот это изгои или это какие-то недочеловеки. Нет. И поэтому, да, в поддержку Конституции этот будет закон принят с соответствиями, вытекающими обстоятельствами. Эти люди есть, они уйдут опять на дно, их будут закладывать, будут возбуждать какие-то там, видимо, дела. Но, в общем, все самое вот вульгарное и худшее из тех времен, когда они подвергались гонениям, произойдет. Второй закон, конечно, аборты. Это покоя не дает никому. Я еще раз говорю, почему-то все считают, что рожать надо, и вот аборты это. Аборты в данном случае у нас сокращаются. И даже в этом смысле никто не в администрации президента, не те, кто им докладывает, я даже РПЦ сейчас не хочу говорить про них в этом смысле. Они вообще отделены от государства, но почему-то они говорят про другое, да? Так вот, аборты уменьшаются с очень большой динамикой. И дело в демографической вот сегодняшней яме не рожают женщины не поэтому. И мы с тобой знаем, почему женщины не рожают. Потому что очень страшно когда в воздухе агрессивное... Вот когда воздух агрессивен, а он сегодня такой. Когда соседка тебя тихо ненавидит, или сосед, потому что ты выглядишь лучше. А мы дошли до такого. Вот не было этого. И вдруг опять... Мы дошли до того, что люди из подъезда выселяют людей больных онкологией. Безусловно. Когда сейчас развернулись к инвалидам, да? Слава богу. А ведь еще совсем недавно их просто, да, уничтожали и взглядом, и надменным этим самым, и отношением. Поэтому... Поэтому не рожают. В какой мир ребенка отдавать? Нет, про аборты я хотела рассказать, что уже по две недели... Вот второй закон. Или Бузова ходит и звонит девушкам, отговаривает их от абортов со словами «Бог дал ребеночка, даст она ребеночка». А мы знаем, что у нас среди беднейшего населения женщины с детьми абсолютное общество. Да, ну Бузова-то даже, наверное, это исследование не читала, советую ей почитать. Все звербованные люди, все люди, которые... Понятно, что это не она сама придумала. Да. Не туда вербуют. Сделай, Оля Бузова, сеть центров кризисных, в том числе для жертв домашнего насилия. Да? Неа. Вот этих сегодня обеспеченных женщин из Форбса, ну хоть кому-то в голову бы пришла мысль поддержать. Вот тогда это правильная история. Как бы Оля Бузова не стучалась в двери и не говорила не делать аборты, аборты будут делать и, к сожалению, будут делать люди не... Обеспеченные люди и так сделают их, а вот население, которое не обеспеченное, которое просто нищие люди. Вот там мы будем портить все здоровье женское и вообще репродуктивное здоровье никакое. И лучше бы сюда были брошены миллионы, и в этом смысле мы бы занимались собой. Поэтому, я еще раз повторяю, если не будет отдельного органа, который пристально будет заниматься демографической политикой, мы так и будем бросаться то аборты, то за это, то геи, то это. И все вот... В этом смысле у нас нет политики никакой. Вообще от слова. И, конечно, вот еще, знаешь, что, безусловно, в такой стране, где 54% женщин, должен быть человек, который... Я не знаю, как бы это называлось в свое время. Володин ведь хотел сделать меня по вопросам женщин и гендерного равенства. Я бы, может быть, добавила религиозной, там, скажем, дискриминации, да, половой, этнической какой-то. Потому что у нас реально эти вопросы во многом главные сегодня. Вот еще про Госдуму. Вот все главное. Комитет по вопросам семьи, женщин и детей, даже его законы в самом конце. Сначала там война, экономика, природа и так далее. Вот этот вот с подвала нужно в начало. Потому что от этого все зависит. Это люди, которые производят потомство. Это та самая демографическая безопасность. Вот я специалист по ней, по второму образованию. И вот мне прямо, знаешь, иногда хочется в набат стучать и орать, потому что я вижу, как делают все неправильно. Хотела спросить про... Я вообще-то рассчитывала, что вы пойдете в Государственную Думу или, да, будете каким-то человеком, условным омбудсменом, или вот мы думали, министр по делам женщин. Как далось решение не участвовать в этом избирательном цикле? Сначала это было, в общем, все спонтанно. Не захотели. С кем-то идти с другим, ну, как-то я даже и не предполагала. Потому что, когда ты топчешь территорию, мы называем это, так долго, когда я отношусь к людям, ну, как... Не то, что не безразлично. То есть я отношусь, вот как моя журналистская работа мне. Да, это же стиль жизни, журналист. То есть я не могу просто прийти, провести приемы. Это я врастала в истории. Мы знали практически всех людей, которые мне писали обращения. Они выходили со мной. И до сих пор я вот вчера своей помощнице говорю, слушай, что они будут без нас делать? Потому что в любое время дня и ночи звонят, ну, сама знаешь, и мы делаем обращения. И сразу пытаемся решить молниеносно на территории любой в России. Вопрос, да, помогает фамилия, конечно, но тем не менее. Поэтому все, и я подумала, ничего в моей жизни не было просто так. Я думаю, что какая-то история будет совсем другая и более значительная по результату. Я очень хорошо отработала. Вот если говорить там по оценке пятибалльной, вот прям пять с плюсом. Я сама выросла внутренне. Я увидела проблемы в государстве. Понимаешь, одно дело учиться в Институте национальной безопасности, там эти лекции сутками, демографические процессы изучать в мире, да, и в стране. А другое дело, когда ты видишь и топчешь, и ходишь, и видишь, как законы отнюдь не про демографическую безопасность делаются. А знаешь почему? Потому что троечники. Потому что люди, пишущие законы, это не всегда депутаты Госдумы, у нас очень много правительственных законов, они абсолютно не владеют темой. Понимаешь? Поэтому нельзя разбрасываться людьми, которые хорошо работают. Нельзя разбрасываться такими, как я. Нельзя разбрасываться такими, как ты. Вот что у тебя за эти... Да, я хотела спросить, что вы думаете про моих конкурентов? Да. Но это же без слез не глянешь. Мне просто жалко реально вот людей, ну просто их за дураков, что ли, держат. Ну как можно, на фамилии нам нельзя, так сказать, опускаться, было выдвигать вот таких людей. Один по-прежнему рекламирует какие-то приборы утеплительные. Понимаешь, ему все денег мало, видимо, участвуют в рекламных компаниях, что категорически нельзя. Мне пришлось прервать свой цикл передач, который был на топе, рейтинг, мы ушли, потому что нельзя быть на экране, используя... Это все использование абсолютно за другие деньги, не из его фонда. Поэтому, безусловно, здесь вообще какие-то такие нарушения. И все это так неубедительно. И они все повторяют твою повестку. Они в ней вообще не разбираются, они звучат и говорят одно и то же. Я ведь не поленилась, я послушала, я посмотрела этих неубедительных, каких-то совершенно жалких, вот так вот скорее бы в эту думу вот предел мечтаний до пенсии, дожить там и все, лафа. Я пришла туда не за зарплатой. Я зарплату тратила на абсолютно помощь людям. Понимаешь? Вот и все. я хорошо поработала в своей основной профессии. Но я не знаю, по логике должна, конечно, ты проходить. Но потому, как все работает с выборами про легитимность в том числе, я предполагаю, что будет, что возможно будет другой результат. Но это не значит, что ты должна там останавливаться. Это колоссальный опыт. Представляешь, у тебя какая армия сегодня у людей, вот как она у меня сегодня есть, и женщин и мужчин. Ты открыла вот то, что мне сказали дети, да, что ты, вы открыли, вы подняли эту тему на такой уровень, что мы теперь понимаем вообще, что происходит между нами. Мы не понимали, а это оказывается целое явление, это мировая вообще беда. Только там есть защитные механизмы, а у нас нет. Понимаешь? Поэтому будем надеяться, что туда пройдёшь, будем надеяться, что там не растворишься, мы тебе поможем не раствориться на земле. Вот. И последнее, там, жалею я или нет, да, что я не попала, не жалею. Нужно было в отпуск съездить, всё разложить по полкам, и просто каждый предыдущий шаг был на подъёме. Если я сейчас бы зашла, я бы затопталась при том курсе, который сегодня есть. Поэтому мы будем мы будем организовывать людей и общаться, и понимать, как мы дальше живём. У нас они есть рядом. Так что давай, всё только начинается. Это мой лозунг в этой жизни и просто тебе сил на последнюю эту неделю. Это очень трудно. Это выматывающая история. Это очень трудно. Я вообще уже просто на издохе. Да, но это очень классная история. Это потрясающий опыт. Да, я помню, мы разговаривали, и вы сказали, да, иди, иди, потому что это действительно, это важно. Мне кажется, это было правда очень важно, потому что весь наш фонд около 6 миллионов, это массовые сборы со всей России. Некоторые присылают нам 30 рублей, и некоторые 90 рублей. И это вот, вот если сложить эти суммы, в 6 миллионов это колоссальное количество людей. Мои конкуренты поверить даже в это не могут. Они поверят, они везде пишут, что я кандидат от власти, потому что они считают, что девушка из Эдегеи, приславшая нам деньги, это оказывается власть. Нет, я, конечно, согласна, что народ это власть. Или они говорят, что вот это кандидат, который собрал массовыми пожертвования такой фонд, этого не может быть. А мне все подписчицы говорят, боже, какие-то люди странные. Смотри, надо потом написать вообще книгу какую-то, потому что у тебя была одна компания, у меня другая. А у меня была компания при поддержке. У тебя компания центра. При противодействии. А у тебя компания про противодействие. И очень любопытно, как мы в целом такие разные, да, как мы совпали. и это тоже про ситуацию сегодняшнюю. У меня как раз крайний вопрос, то, что очень сильно мои оппоненты... Не крайние, финальные. Финальные мне все, все мои оппоненты кидают это. У нас очень протестный округ, очень не любят Единую Россию. И они все кидают эту вещь, что из-за того, что мы с вами вместе, то я 100% от Единой России. Просто вот не мой основной конкурент гражданин Вассерман, а именно вот я, конкурент от Единой России. Когда вы были в Думе, вам кидали мою фамилию, как... Ты Навального поддерживала. Ты еще там что-то там тоже до мне закидывали, объективки показывали, да. Но это нормально. Чем хорош женский взгляд? Объясняю. И чем мы хороши для мужчин, такие активные от женщин? Потому что мы можем объединиться. Вот, кстати, у мужиков получается лучше, они быстрее объединяются. Мы сложнее. Это большая работа должна быть еще впереди с нашим сообществом. Но, тем не менее, мы принимаем детей разных, больных, каких угодно. Вот мужчины нас иногда могут оставить, бросить. А мы остаемся верными этим детям нашим, да. Мы без разницы находим общий язык сегодня, владея разными языками и без языков, вне зависимости от цвета кожи, какого ты там, разреза глаз. Поэтому, единая ты Россия или ты яблоко. Я так жила. Это, наверное, не укладывается в формулу администрации президента. Да, и мне говорили внутри, парламентская этика, это серьезная штука, говорил мне мой губернатор. предупреждал, когда я, значит, вошла в клинч с Жириновским. Там, там все, там непросто. Ну, непросто, значит, непросто. Я жила просто. Что думала, то и говорила. И таким образом я нашла вас. Не было бы вас, наверное, я бы другой вообще стала. Поэтому все нормально. Я хочу, чтобы голосовали за тебя, потому что я знаю, какая ты преданная, какая ты верная, какая ты труженица, человек слова. Я все это увидела. Я знаю, как ты бросаешься ночью, днем, утром за человека, который в беде, без разницы, кто он. Вот это вот без разницы, кто он, если перед тобой человек в беде, это очень важно. Для меня было важно, я знаю, что это для тебя важно. Про всех остальных вот абсолютно уверенно. Вот забудут сразу, как только переступят порог Госдумы. Вот там происходит следующее. Там все так хоп, и в дирижабле. И так, что? Да. Нет, водитель. А, белый телефон, черный. Поэтому это, это невольно происходит. Поэтому давай, я тяжелая сила. Спасибо, Оксана, большое. Спасибо. Все, я уверена, что победим, так или иначе. Но я очень, нам есть, заниматься. Правда, нам есть, но я очень хочу победить, чтобы именно наш, вот это прекрасное бракобесие не выиграла хотя бы законодательную войну. Хорошо.